Уважаемые коллеги, добрый день. К сожалению, не смог присутствовать на конференции ни лично, ни удаленно, поэтому решил заранее записать свое выступление. Моя тема – «Корпус синхронных переводов как инструмент научно-практических исследований». Для начала немного об истории вопроса. Первым переводчиком-исследователем в этой области стал Гелий Васильевич Чернов. Впрочем, как и во многих других синхронном переводе. Он начал заниматься этим еще до того, как концепция «Корпуса» в современном значении стала популярной. Скрупулезно записывал выступления в ООН, сравнивал оригиналы, переводы, составлял вот такие параллельные тексты, которые и лежат в основе любого «Корпуса». Через 20 лет после того, как он опубликовал свои наработки, Мириам Шлезингер в одном из своих трудов задалась вопросом. В письменном переводе уже есть, уже используется такой инструмент, как «Корпус». А почему бы не использовать «Корпус» и при изучении синхронного перевода? На то, чтобы сделать первый корпус синхронных переводов потребов, потребовалось достаточно большое количество времени, грантовые средства. И вот на основе выступлений в Европарламенте итальянские исследователи составили «Корпус ЭПИК». Затем исследователи из Генского университета его немного расширили. Китайские коллеги поставили эту работу уже на промышленные рельсы. У них в «Корпусе» около 6,5 миллионов слов. Самым крупным «Корпусом» в русско-английской паре является «Корпус Сирен» под редакцией Дарьи Дейтер. Вот как выглядит «Корпус ЭПИК». Это тоже «Корпус», основанный на выступлениях в Европарламенте. Но в отличие, допустим, от «Корпуса ЭПИК», самого первого, у него есть веб-интерфейс. Он реализован на бесплатной программе No Sketch Engine. Тут есть определенные ограничения в плане функционала по сравнению с оригинальной программой Sketch Engine. Тем не менее, он тоже достаточно полезен. Допустим, мы вбиваем слово «сотрудничество», и нам выпадают все контексты, в которых оно встречается в оригинальном выступлении. И, соответственно, вы видите, что слева у нас переводы на итальянский язык. Внизу у нас есть метаописание. Мы можем посмотреть на продолжительность выступления, на скорость, даже скорость в словах. И даже можно увидеть четкое указание на то, мужчина у нас переводчик или женщина. И внизу есть ссылка, нажав на которую, мы попадаем на тот самый отрывок из выступления, где звучит данное слово. Вот так выглядит интерфейс китайского корпуса. В нем есть несколько так называемых слоев. Один из них – это частеречная разметка. То есть мы создаем, допустим, слово «Россия», и выпадают все контексты, и при этом каждое слово размечено с точки зрения того, о какой части речи оно является. Как я уже говорил, создание корпуса – это дело непростое, требует обработки значительных объемов параллельных текстов. Но, кроме того, где-то эти тексты нужно достать. Если вы не работаете в ООН, то тут возникает масса сложностей. Многие мероприятия проходят в закрытом режиме. Даже если они открытые, то либо не ведется трансляции, либо вам никто трансляцию просто так не разрешит организовать, или просто даже аудио- или видеозапись. А даже если вы найдете где-то размещенные аудио- и видеозаписи с переводом, то нужно будет получить разрешение на то, чтобы их использовать, обрабатывать. Это достаточно серьезное препятствие. Но, допустим, вам все удалось, вы получили лицензию, тут возникает такое препятствие, как то, что теперь все это нужно кому-то каким-то образом обрабатывать. В одиночку справиться с этим очень сложно, потому что на это нужно большое количество рук и времени, и, кроме того, предстоит овладеть целым рядом компьютерных программ. Если вы захотите, чтобы все ваши наработки лежали не просто где-то у вас на одном компьютере или в облаке, а чтобы они были доступны широкому кругу исследователей, чтобы можно было это как-то применить в каких-то других областях, то потребуется разработка веб-интерфейса, для того, чтобы он был полноценным, удобным, нужно будет разрабатывать его, скорее всего, с нуля. И для этого потребуется значительное финансирование. Корпус – это достаточно серьезный скачок в инструментарии, который помогает нам проводить самые разные исследования. Корпус – это воплощение той самой концепции больших данных, где у каждого слова есть некий идентификатор. И, по сути, мы можем разметить каждый элемент текста и в оригинале, и в переводе, и с точки зрения части речи, и с точки зрения конкретных переводческих приемов, и других элементов и явлений, которые могут встретиться. Это могут быть аллюзии, это может быть юмор, все что угодно. Мы просто создаем нужную метку и отмечаем все эти явления, все те случаи, когда это явление встречается. Наша коллега Екатерина Сергеевна Краснопеева провела достаточно масштабное исследование тех тем, на которые пишут ученые, которые занимаются корпусным подходом, и все научные исследования, по ее мнению, можно сгруппировать в четыре основные категории. Первое – это закономерности в переводном тексте, нормы и универсалии перевода. Здесь есть и лексическая плотность, лексическая вариативность, повторы, информативность, повторяющиеся штампы фразеологические, модальные глаголы. Вторая большая группа – это все, что связано с когнитивным аспектом, все, что связано с речевой деятельностью переводчика, это заполненные, незаполненные паузы, это слова, которые произноются неправильно, или это самоповторы. И еще одна большая, скажем так, под тема – это отставание переводчика от оратора. По этой теме проводится достаточно большое количество исследований именно на базе корпуса. Третья большая тема – это переводческие стратегии. Здесь у нас есть и пассивные конструкции, уже в тексте перевода использование метафор в тексте оригинала, синтаксическая асимметрия, культурные отсылки и так далее. И четвертая тема, которая привлекает исследователей – это коммуникативное поведение, прагматика перевода. И здесь встречаются такие подтемы, как субъектность переводчика, может ли он что-то добавлять, нужно ли говорить от первого лица или от третьего лица, есть ли здесь какая-то разница, это конкретные эмоциональные выражения, это могут быть и невербальные элементы. Можно сказать, что, к сожалению, данный блок тем привлекает повышенное внимание исследователей, и, на наш взгляд, ничего существенного практики перевода, да и науки перевода не дает. То есть на этой основе очень сложно придумать что-то полезное именно для подготовки переводчиков-синхронистов. Вот в данном случае я привел лишь несколько из конкретных публикаций. Мы видим, что большое внимание привлекает и различия между мужчинами-переводчиками и женщинами-переводчиками. Да, это вполне возможно сейчас очень горячая тема, но, судя по результатам, никаких существенных различий не выявляется, но только переводчики и исследователи тратят большое количество времени и ресурсов на те исследования, которые, по сути, не ведут к существенному улучшению качества перевода. А что может, скажем так, повысить качество и какие наиболее актуальные темы? Давайте посмотрим. На наш взгляд, одна из самых главных тем это точность в синхронном переводе, потому что мы слышим с разных сторон голословные утверждения, не основанные на статистике, а основанные на какой-то личной статистике, на личных наблюдениях. Вот, например, переводчик ООН Игорь Корчилов в одном из недавних интервью заявил, «Все переводчики, я могу со знанием дела сказать об этом, на все шесть официальных языков переводят практически на все сто процентов». Ну, вполне возможно, что у переводчиков ООН практически всегда есть тексты заранее, они могут их проработать, и, наверное, там будет 99,99. А что происходит в коммерческих переводах, какая там точность? Потому что часто говорят, что, ну, допустим, 70% есть и хорошо, 30% потери – это нормально. А может быть, вообще задаться таким вопросом, может быть, и ненужного переводить на сто процентов, может быть, в этих ста процентах оригинала есть очень много ненужного, как раз нужно применять компрессию, чтобы избегать повторов, чтобы не бежать на той же скорости, что и оратор, чтобы слушателю было, аудитории было приятно и комфортно воспринимать эту информацию, чтобы она подавалась логично, а для этого нужно будет от чего-то отказываться. То есть, может быть, стоит говорить не о неком максимальном уровне точности, а о приемлемом уровне точности или достаточном уровне точности. Вот все эти темы как раз можно было бы изучить с хирургической точностью, с помощью такого цифрового инструмента, как корпус. Еще одно из направлений – это выявление наиболее сложных явлений. Как раз здесь мы будем использовать статистические данные. То есть, поскольку у нас все размечено, у каждого слова есть некий идентификатор, то мы можем все подсчитать, посмотреть, какие явления вызывают максимальное количество искажений, неточностей или опущений, и затем уже заняться либо научным исследованием, то есть, посмотреть, какие факторы усложняют работу переводчиков, какие факторы могли бы облегчить работу переводчиков, или же взять и уже на основе конкретных примеров заняться подготовкой переводчиков к повышению качества, для того, чтобы уже следующее поколение переводчиков не сталкивалось с этими проблемами, а они уже у них решались на автомате. Вот один из самых распространенных примеров в том, что касается трудностей, это прецизионная информация, численная информация, ведущая в начале выступления, предупреждает всех ораторов о том, что у них по регламенту не больше трех минут. Почему-то переводчик считает, посчитал, что не нужно говорить конкретную цифру, три минуты, хотя тут ничего, очевидно, сложного нет, или, может быть, не услышал, может быть, кто-то его отвлек, поэтому он использует генерализацию несколько минут. Во втором примере вместо двух дат переводчик говорит всего лишь одну. Тоже можно изучить те факторы, которые влияют на это. И третий момент, который хотелось бы отметить в рамках данного выступления, это то, что корпус, это прекрасная база данных с примерами для конкретных явлений, приемов, которые можно использовать для написания ВКР, дипломов, диссертаций и так далее. То есть здесь можно использовать поиск очень удобно, так же, как, допустим, в программе Word вы вводите в соответствующее окошко слово, и вам выпадают все те места, в которых используется это слово. Так же и здесь. Если у вас у каждого слова, у каждого явления есть какая-то метка, то вы ищете по конкретной метке, а метка, соответственно, соответственно, отвечает за, соотносится с неким явлением, с неким переводческим приемом, допустим, это конкретизация, или использование юмора, или кашель. Или же какие-то фонетические, допустим, незаполненная пауза, или заполненная пауза, экни и мэкни. Вот вы выбираете конкретную метку, по которой вы хотите найти примеры, и вам система выдаст десяток, сотню, а то и тысячу примеров на данное явление. В настоящий момент вместе с инициативной группой студентов МГЛУ мы разрабатываем свой корпус, надеемся, что он поможет ответить на все вопросы, которые мы подняли в рамках данного выступления. На этом все. Надеюсь, что у вас появятся вопросы, вы сможете их направить мне на электронный адрес. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...